ну что поехали на макс привет с вами как всегда sky и сегодня пятница 21 июля 2017 года а значит международный авиационно-космический салон он же макс 2017 это крупнейшая аэрокосмическая выставка в россии которая проводится летом раз в два года начиная с далекого 93 я успел побывать на нескольких максах с разной степени успешности как уже положено приключения начинаются обычно задолго до прибытия на сам авиасалон с московских пробок проблем с логистикой очередей и прочих стандартных плюшек массовых мероприятий вы скажете что трафик на экране невелик но не путайтесь на улице 7 утра на этот раз я решил поехать туда на машине а значит мой пункт назначения гигантская перехватывающая парковка которую организовали на летном поле аэропорта быкова но аэропорт это громко сказано основанный в 1936 году быкова в свое время был важным узлом и какое-то время даже главным аэропортом столицы но времена меняются и летают теперь все в другие аэропорты быкова же не более чем аэродром который иногда используют спецслужбы терминала тут уже нет да и насколько знаю быкова даже в реестр аэропортов ныне не числится тут немножко ливанул дождь но пока вроде бы пронесло почти приехали аэродром быкова после оставления своей машины на зеленой травке надо еще полчасика потрястись в автобусе на территорию макс да и всего жуковского в эти дни без специальных пропусков вообще не пускают ну что же наша экскурсия начинается с кпп номер 3 в дальней части аэродрома раменская крайне интересный объект аэродром является испытательной базой ли имени громова и увидел на своем веку почти все летательные аппараты разработанные в ссср и россии естественно такой выдающийся аэродром оснащен выдающейся полосой 5400 метров бетона очень много например взлетная полоса аэропорта домодедово едва дотягиваются до отметки в 3 800 кстати здесь же с южной стороны аэродрома пристроился терминал нового аэропорта жуковский ну что же посмотрим что тут у них есть встречают гостей как ни странно не самолеты а автомобили если этих тюнингованных монстров конечно можно назвать автомобилями они пока что просто выстроены в ряд и ждут своего часа который настанет ближе к концу видео еще на максе в нескольких местах стоят топовые модели audi вот этот например сделаем вид будто не знаем что под чехлом ну вот наконец-то мы на максе здесь довольно шумно но надеюсь меня будет нормально слышать первая экспозиция возле кпп номер 3 легенды авиации выставка легенды авиации начинается наверное самого легендарного самолета а миг 21 у меня видео пока нет но это действительно аппарат с историей который некоторые люди считают чуть ли не лучшим истребителем всех времен и народов рядом развлекает детишек миг 27 уже не столь знаменитый но заслуженный самолет у нас такие уже не летают но в ввс индии эти машинки до сих пор служат миг от и еще совсем недавно перспективный учебно-боевой самолет проигравший тендер минобороны нынешней главной летающей партии в кс як-130 рядом стоит довольно грустный памятник инженерной мысли миг 144 в свое время рассматривался как перспективный истребитель пятого поколения но к сожалению умер едва родившись самолет подняли в 2000 году в воздух но проект был закрыт и уступил свое место суховскому изделию т-50 следом идут несколько суховских самолетов во главе конечно с отцом всех нынешних хищников сухого су-27 все эти истребители устроились уютненько возле крыла советского мастодонта в мт атлант этот самолет создали на базе советского бомбардировщика 3м это грузовой самолет в огромном контейнере сверху в свое время возили секции тяжелых ракет и челноков буран дальше на статической стоянке был обнаружен самолет sr-10 легкий самолетик с одним реактивным двигателем и крылом обратной стреловидности очень любопытно думаю я про него потом отдельное видео сниму рядом стоит наш старый знакомый як-40 ну и конечно важный гость почти всех максов сверхзвуковой авиалайнер ту-144 крылатые машины уступают место винтокрылым довольно большая часть статической стоянки отдана вертолетом россии здесь идет в общем то знакомая команда во главе с громадным mi-26 стоят боевые вертолеты mi-35 и mi-28 а также обновленный mi-17 чуть подальше гордо смотрит на толпу mi-38 который вот-вот уже должен наконец выйти в серию между этими машинами на стенде завис vrt-300 перспективный дрон для ведения разведки неподалеку стоит легкий вертолет ansat а напротив общей стоянки в сопровождении суровых мужиков ждет своего часа к 52 также разгоняя людей по стоянке прокатили вертолеты mi-28 и mi-17 иностранной техники на максе было очень мало на стат стоянки стояла парочка сетейшн си джей и наш старый друг пиаджио аванти очень жаль в свое время тут и на земле и в воздухе было довольно много иностранной техники а на этот раз над максом летали только вертолеты bell и агюста правительственных чиновников с себя импортозамещение решили не начинать западная часть стоянки была оккупирована самолетами ил-76 тут и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и ил-76мд-90а также известны как ил-476 а также пара летающих лабораторий под крылом одного из них был подвешен двигатель тв-7 117 ст от будущего ил-112 в довольно симпатичной раскраске под крылом второго зависла надежда нашего гражданского двигателя строения pd-14 который продолжает испытываться для установки в будущем на мс-21 напротив стоянка орудий вкс это и як-130 и суховские боевые машины среди этих монстров смешно смотрится малыш як-152 но он на самом деле не менее важен чем его старшие родственники новый легкий самолет явно никому не помешает гражданские самолеты сухого на авиасалоне чувствовали себя вполне вольготно притащили сразу три самолета один совсем новый борт совсем новой авиакомпании азимут еще один специальный самолет для мчс ну и третий борт который скоро будет нарезать небо над раменским еще один скромный иностранец китайский ударный дрон winlon 1 изрядно напоминает своего американского конкурента дизайн беспилотников теряет свое разнообразие никак нельзя обойти стороной tvs 2dts сложное название изрядно переделанного ан-2 честно говоря мне кажется ребята из 7 дня слегка перестарались доисторический самолет в их исполнении выглядит покруче некоторых новинок в общем поста от стоянки мне гулять надоело в небе пока что ничего не летает и я нашел себе тут уютненькое местечко на зеленом поле погода отличная не повезло пока я боролся с дрожанием камеры в небе отрабатывали фигуры высшего пилотажа легкие самолеты пилотажники группу русь а также тяжеловесы на су-35 прибрали сейчас обороты летчики и а а а и а и а а а а и а Но гулянки на открытом воздухе, конечно, это не все, что есть на Максе. Посмотрим, что там спрятано в крытых павильонах. На входе в самый большой павильон УАК на высоком пьедестале стоял новенький и сверкающий МиГ-35. Насчет его летных качеств и рыночных перспектив пока точно сказать нельзя, но в качестве модели на подиуме он выглядит отлично. Павильон нас встречает красивыми представительницами компании-отрасли и множеством масштабных моделей самолетов. Уж что-что, а масштабные модели мы делать научились на ура. Стенд гражданских самолетов Сухого был на этот раз маленьким, но интересным. Ребята из ГСС создали подробную компьютерную модель одного из своих вип-салонов, а VR-очки позволили по этому салону погулять. Это не совсем авиация, но для выставки самое оно. МС-21 тоже тут. Конечно, масштабная модель в разрезе. Оригинал сюда не привезли, да и я его не особо ждал. Самолет взлетел совсем недавно и гнать его из Иркутска в Москву неоправданно. Зато тренажер привезли. На нем сотрудники Иркута весь день учили школоту пилотировать самолет, ну а я смог поближе рассмотреть приборные панели. На улице возле павильона расположилась наземная техника. КамАЗы, Тигры и другие грузовики оснастили специальными опциями, благодаря которым водителям всегда уступают дорогу. В соседнем большом павильоне расположились иностранные компании. CFM International притащили уменьшенную модель двигателя Leap. CFRAN решили не париться и просто поставили двигатель SAM-146, который они вместе с НПО Saturn делали для Суперджета. А Rolls-Royce показала модельку Trend 1000 от Boeing 787. Ребята из Boeing на Максе ограничились масштабными моделями своей продуктовой линейки. Совсем недавно они по полной отработали на Leberge и тут себя особенно не напрягали. Китайцы показали все сразу, и модели ракет, и модели самолетов, и даже элементы интерьеров. В павильоне D-9 орудовала корпорация тактическое ракетное вооружение. На модели ракет и оборудования никто особого внимания не обращал. Все смотрели на шикарную презентацию, которая, правда, больше напоминала презентацию компьютерной игры с Е3, чем описание оружия. Роскосмос на этот раз тоже неплохо поработал. Масштабные модели перспективных ракет и двигателей, полноразмерные макеты межпланетных станций выглядят впечатляюще. Осталось добиться того, чтобы межпланетные станции научились летать не только в Подмосковье, но и, ну знаете, на другие планеты. Наконец, пришло время посмотреть на пилотаж. Помните, я хвастался хорошей погодой. После нормального такого дождика самолеты все же начали отрываться от земли. Первым был Суперджет 100. Следом пошли пилотажные группы Балтик Бис и Русь. И те, и другие на Альбатросах Л-39. Старичок на пенсию не торопится. Потом небо над Жуковским захватила Светлана Капанина. Женщина, у которой такое количество воздушных регалий, что можно делать целое отдельное видео, просто чтобы их перечислить. Ну а потом началось шоу «Хозяев неба». Думаю, дальше комментировать смысла нет. Смотрим. 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 Продолжение следует... 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 Ручку вверх, Сергей Чернышев не отправил под катал, где-то это закид. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...